С новым 2021 годом, дорогие друзья! Слава Богу, 2020 год ушел, и 2021 год это год надежд, это год, ну, кажется, что хуже, чем 2020 год, быть ничего не может. Соответственно, мы выпитаем очень большие надежды на то, что наступивший 2021 год даст нам очень многое. Это будет и вера в то, что мы приедем уже в этом году в Австралию, что у нас все получится, что из-за вот этого вот кранобесия, которое произошло, у нас будет легче с получением виз, легче с оседанием в Австралии, легче с тем, что жизнь у многих наладится, и то, что у людей не было, и то, о чем люди мечтали, было. В первую очередь я хотел бы посоветовать, пожелать вам, чтобы вы приехали в Австралию, чтобы... Сейчас мы стали очень сильно ценить сам факт того, что мы можем въехать в страну, можем здесь жить и работать, и мы найдем возможность в стране остаться. Я желаю вам, чтобы вы хорошо подготовили ваши документы, чтобы вы хорошо, грубо говоря, смазали ваши лыжи, чтобы потом ваш путь по этой беговой своего рода дорожке стал легким, скользящим и уверенным, чтобы это был ход уверенных людей, ход ваше светлое будущее. Австралия дает очень много для человека. Мы бурчим, мы всегда недовольны чем-то, но вот это вот время показало, что Австралия стоит того, чтобы за нее побороться, Австралия стоит того, чтобы в ней жить. И я скажу так, по тому, какими стали наши студенты, стали наши эмигранты, я могу сказать, что они достойны этой страны, и для Австралии это был бы замечательный вариант, чтобы наши ребята здесь оставались. Въехать стало сложнее, учиться стало сложнее, оставаться стало сложнее, поэтому остаются уже не абы кто, а люди, которые сделали себя достойными оставания эмиграции в Австралию. Поэтому эти люди, как бы сказать, в среднем, на мой взгляд, они и лучше учатся, и лучше работают, и лучше живут, и становятся лучшими гражданами, чем основная масса новоприбывших людей, и я считаю, что мы достойны этой страны. И это большой плюс для Австралии тоже, не только для нас, но и большой плюс для Австралии, что мы сюда приезжаем, мы нужны этой стране. Вы должны понимать, что те люди, которые реально управляют Австралией, они не заботятся о своей стране, если это говорит, что это их страна. Это люди, которые представляют какие-то наднациональные организации, люди, которые, если вы хотите, какие-то глобалисты, для них самое главное – это извлечение прибыли. И, соответственно, они не думают об Австралии, а вы думаете, потому что вам в этой стране жить. Вы собираетесь приехать в Австралию, кинуть здесь якорь, а у них нет якоря, у них есть паруса. Они сегодня в Австралии, завтра в Америке, послезавтра, может быть, в России, в Израиле, где-то еще. Эти люди перекати поле. Для них вы и страна, и все, весь мир – это способ заработать деньги. Они пользуются своей властью, своей безграничной и бесконечной властью, властью в том числе и над правительствами стран. Эти люди определяют эмиграционную политику, а не Австралия, как бы она хотела видеть свое будущее. Вы формируете будущее. Вы думаете об этой стране больше, чем так называемая австралийская власть. И любая другая власть в любой другой стране. Поэтому вы достойны этой страны. Но постарайтесь, конечно, чтобы ваш интеллектуальный уровень перерастал, чтобы вы учили английский язык, чтобы вы становились профессионалами. Либо дома, что лучше всего, либо уже по прибытию здесь. Вы должны иметь источник дохода. Вы должны уметь экономить деньги. Вы должны быть людьми, которые подготовлены к развитию ситуации в любом направлении. И 2020 год показал важность всего этого. В 2021 году я верю и желаю вам того, чтобы у вас все было хорошо, чтобы вы получили визу. В 2021, по крайней мере, во второй половине. Я очень хотел бы, чтобы вы приехали в страну, чтобы ваша учеба, работа и жизнь начались с ракетного старта. Чтобы у вас в действительности очень хорошо получилось все с самого начала. И как вы зададите это движение, а так у вас пойдет эта эмиграция. Я вижу, что у нас ребята сейчас начали помогать друг другу. Больше и больше. Я очарован тем, что наша группа Гагарина, это людей, которые сейчас опять данного поддаются. То есть это новый такой вплеск. Это будет, наверное, более 50 человек. Эти люди в действительности реально помогают друг другу, формируют лицо нашей будущей эмиграции, по крайней мере, в рамках нашего проекта «Одной Австралии». Я рад, что идет очень тесная беседа с нашим другом, нашим эмиграционным агентом, с Алексеем Чихуновым. Я понимаю, что 2021 год будет нелегким. Я понимаю, что это будет отвоевывание оппозиции. Это будет борьба, это будет война за наше будущее. Война не только наша. Это война будет всех тех сил, которые в действительности хотят лучшего для этой страны и лучшего для себя, естественно, тоже. Поэтому все это будет нелегко. Но я уверен, что десятки, сотни наших ребят приедут и в 2021, и в 2022 году, и станет легче. Легко не будет никогда больше. И будет потихонечку все сложнее и сложнее. Но мы будем готовиться, и мы будем подготовлены лучше и лучше. Поэтому я не думаю, что у нас будут огромнейшие, скажем так, непреодолимые проблемы на нашем пути в Австралию. Я вам искренне желаю того, чтобы вы хорошо подготовились к поездке. Чтобы вы и финансово, и эмоционально, и в плане английского языка, и в плане общих знаний, и в плане умения подрабатывать, экономить деньги, чтобы вы получали визы. На мой взгляд, самое лучшее счастье для меня – это 100 человек додумалось об эмиграции. 100 человек приехало с Александром Петровым, подалось и получили визы. 100 человек отучились, и 100 человек остались в этой стране, и стали гражданами этой страны. Эти 100 человек преуспели, и их уровень жизни стал намного лучше. Вот эту мечту я и хочу осуществить, и именно этого я вам и желаю. С новым 2021 годом, дорогие наши друзья, и всего вам самого наилучшего. Спасибо.